Дорогие земляки, месяц назад президент РФ Владимир Путин устроил нагоняй министру экономического развития Максиму Решетникову за необоснованный рост базовых продуктов питания. Сахара на 71%, макаронных изделий, растительного масла на 20-30% и дал задание в течение недели навести порядок. К счастью, слава богу, на места к нам в регионы никаких подобных поручений не поступало. И мы сейчас придем в случайно выбранный супермаркет для того, чтобы посмотреть, как там они, москвичи, министр экономического развития России, навел порядок в том числе и у нас в провинции. Давайте пойдем посмотрим, но я, естественно, выполняю указ губернатора, надену маску, чтобы не выгнали. Но, признаюсь, маски я не люблю, с трудом налазят на лицо. Люди устал, от гостя проклятого нормального ждали. Давно губернатора, чтоб мужик приличный, чтоб наш не трус. Мы приногаем, пусть будет ур. А че, он родился и вырос в крае, это дом его. И все это знают, и знают ведь каждый ребенок в мире. Никто не гадит у себя в квартире. Ну вот, посмотрите, томаты черри красные, 329 рублей за килограмм. Ну что, это деньги разве? Вы вот на Занзибар деньги находите, на кубу находите, а на то, чтобы овощи себе купить, у вас денег нет. Ну вот, поглядите, яйца десяток, почти 80 рублей, по акции 63-64. Бекон венгерский, вот тема, 149 рублей 90. Хорошая цена. Я не знаю, вы когда бензин заливаете по 42 или там по 50 рублей за литр, по городу без толку катаетесь, вы же свои копейки и семейный бюджет не считаете. А что, вот здесь вот, начинаете сразу прибедняться. Красиво живете, скромней надо быть. Вот смотрите, если, предположим, у вас жена или чущая отправила за литром молока. Вот, что интересно, а где здесь литр молока? Вот посмотрим, да? Молоко отборное. А какой тут выход? Тут выход 930 миллилитров, не литр, куда-то 70 миллилитров пропало. Смотрим, вот, а тайская буреночка, думаете, литр бутылки? Ну, конечно, 850 грамм. И так повсюду. Молоко, молоко, везде меньше литра. Можете, конечно, сказать, что в пакетиках есть литр. Да, некоторых пишут 1 литр, да так, как будто нам еще одолжение делают, что здесь литр налили, а не меньше. Но, ведь и это тоже неоднозначно. Можно найти, где даже на пакетах меньше литра. А это имеет значение. Вот, 900 миллилитров, 900. Что мешает сюда залить литр, а не 900 миллилитров? Как вы думаете? Вот, жадность, жадность двигатель капитализма. А вот моя любимая сгущенка. Есть очень дорогая, 97,98. Но есть же и по акции 29,98. Да как же так? А вот посмотрим, состав-то отличный, ядреный. Молоко цельное, молоко сухое, безжиренное, сахар сахароза, масло сливочное, заменитель молочного жира, рафинированное, дезодорированное растительное масло, пальмовое масло. Ну а что? 29 рублей. Дешево, сердито. Да, не полезно. Но зато могут себе позволить и школы, и детские сады, и пенсионеры. Я, конечно, больше по коньячку, не по такому, конечно, подороже, но мне вспоминаются водочные прилавочки из молодости. А помните, совсем еще недавно на государственном уровне решили поднять цену на водку, чтобы народ не спивался, чтобы она была недоступна, дорогая. И что мы видим? Да, теперь бутылок по 100 рублей нету, пол-литра за водку, но теперь появились зато стаканчики по 79. Водочка же теперь меньше стала доступна, правда? Ура! Стратегический продукт для провинции, для нас, земледельческих, садоводческих регионов, это сахар. И президент России устроил нагоняй, раскритиковал за то, что сахар подорожал на 71%, неконтролируемый рост. И благодаря нашим торговым сетям идет социальная скидка. Вот, посмотрите, сахар, простой выбор, сахар, 1 килограмм, между прочим, а нет, 800 грамм, 800 грамм в пачке, по акции 36.78, спешите купить, потому что без акции будет 36.78. Реально, смотрите, цена и по акции, и без акции одинаковая. Сплошная выгода. Ну вот, смотрите, пельмени 249, 279.98. Базовые продукты питания не такие уж и дорогие, если есть в меру, не обжираться. Ну вот, посмотрите, любо-дорого посмотреть. Рис 44, греча 59. Я вообще не понимаю, почему люди жалуются, и правительство беспокоится, что жить дорого. Ведь реально можно отварить крупы, огромную кастрюлю и есть неделю. Сытно, дешево, сердито. Я думаю, если бы сам Владимир Путин пришел да посмотрел на эти цены, можно было бы потребительскую корзину и мурота резать раза в два. Смело. Ну вот на что постоянно жалуется народ, что на хлеб не хватает денег. Вон, 44 рубля за 600 грамм нарезки, 59.97. Ну так, это ж живое зерно. Но, что вы жалуетесь, вы посмотрите, вот, 14 рублей 98. Сущие копейки. Ну, что вы жалуетесь, сколько можно? А вообще проблема не в том, что стоит все дорого, а в том, что вы мало зарабатываете. А мало зарабатываете вы, потому что мало работаете. Трудиться вы не хотите, вам бы все на блюдечке с голубой каемочкой. На халяву, да? Край повидал, управленцев немало, земля от приезжих сюда устала. Бери дела в руки, Саша, не сы. Сработали разные надежды усы. Ну, вообще, что говорят, что масло дорогое подорожало, что семечку всю увезли в Турцию. Ну, посмотрите, ну, 109, ну, 129, ну, 349, наконец, 229. Ну, это не цены высокие, это просто рубль ничего не стоит. Важно еще и то, чтобы производители, бизнес мог крутиться. Вот два из вечных конкурента. Кока-кола и пепси. А цена одинаковая. 49,90. Молодцы, молодцы. Здоровая конкуренция. Правда, есть маленький нюанс. Берем бутылочку пепси. Крупными буквами написано 1 литр. А берем кока-колу и смотрим. 0,9 литра. Полстаканчика, как не бывало. А цена одинаковая. Молодцы. Или давайте посмотрим на соки. Вот отправили вас домашние для ребятишек купить литр или несколько литров натурального сока. Вы, конечно, можете взять и литр, если вам повезет. А если невнимательный, то и 0,95, а то и даже 0,9. Опять же, не долив, все в карман производителю. А вообще, конечно, там, где много сахара, химии, ненатурального, я вам не советую. Пейте лучшую водичку. Ну, боржоми, наверное, вам не сильно по карману. Это уж как-нибудь я буду по 109 рублей. Но вот, пожалуйста, 14,98 в серебро Сибири. Какие выводы? Ну, в принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. Вот лично я не покупаю, потому что меня всем обеспечивают. Завтрак за счет государства, обед за счет государства и ужин за счет государства. Но что делать простым людям? Ну, конечно же, работать. Что вы можете себе сегодня позволить на вашу пенсию? Я все могу. И мясо покупаете, и яйца. Да, да. О, все. Наверное, еще и внукам помогаете. Ну, а как без них? А все говорят, что пенсионеры у нас бедно живут. Нет? Мне хватает. Я так и думал. Как же не люблю эти маски, на самом деле. Вот что сказать. В принципе, делать в магазине нечего. Цены нормальные. Люди покупают. Всем довольны. Владимир Владимирович, ответственно заявляю, что у нас в Сибири с ценами все хорошо. Красноярский край на фоне других регионов СФО имеет самую высокую стоимость потребительской корзины. Земляки, проблем в Красноярском крае еще не паханное поле. И если вы поддерживаете Виктора Ища, самого честного губернатора, если вы хотите новые серии, то поддержите наш проект по реквизитам внизу экрана и в описании видео. Всего вам доброго!